Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Я уже показывал похожую статистику. Речь идет о саркомах мягких тканей, о достаточно редкой и маленькой группе больных. Всего в год в нашей стране регистрируется около 3-3,5 тысяч пациентов с саркомами мягких тканей. Этот слайд также показывал. И в отличие от глобальных проблем онкоортопедии, тут речь пойдет исключительно о лечении этой маленькой орфанной редкой группы больных с большущими проблемами в виде упорного частого рецидивирования и необходимости выполнения радикальных, каким считаются хирургические вмешательства, радикальных областичных вмешательств. Если взять этапы лечения, то достаточно четко показано, что внедрение в практику лекарственной терапии резко позволило увеличить выживаемость от 10% в течение всего 50 лет дойти до 75%. Все это было бы невозможно, если бы не было в нашем арсенале вот той маленькой группы химиопрепаратов, о которых уже говорил Александр Александрович Феденко. Представляете, какие результаты будут, если будут новые лекарства с новыми механизмами действия. Если взять общие результаты лечения, то они достаточно плохие. В верхней части слайда показаны результаты лечения в общей онкологической сети. Болезнь сарковой мягких тканей упорно метастазирует, часто рецидивирует. Пятилетняя выживаемость находится на уровне 60%. Однако такое нельзя сказать в той группе больных, которые получают лечение в специализированных онко-ортопедических клиниках. Тут совсем другие результаты, которые представлены ниже. Говоря о хирургическом лечении и о значении, и об определении радикального хирургического вмешательства, необходимо понимать, что есть некоторые технические проблемы, которые хирург должен однозначно знать. Это не проблема, а техническое решение. Решение номер один – это МРТ. МРТ в руках диагностика является своеобразным рычагом, когда описывается опухоль. Очень подробно, досконально, МРТ в руках хирурга является прединструментом до того, как зайти в операционный зал методом определения объема хирургического вмешательства. Начиная от визуализации, дальше у меня будут примеры, заканчивая определением краев, резекции и определением тех структур, которые должны уйти в едином блоке с удаляемым препаратом. Современные МРТ исследования с контрастным усилением, с изменением степени накопления и кривых, выведения контраста и кровотока в опухоли и в неопухоли могут достаточно четко показать те границы и те края. Они для диагностики служат методом определить, это рубец или доброкачественная опухоль. Это саркома после лечения с эпатоморфозом или без. А у хирурга все эти методики имеют только цель одну – определить те края, те зоны, которые подлежат удалению во время хирургического вмешательства. И все варианты магнитно-резонансной томографии, динамическое контрастирование, диффузно-взвешенную МРТ, трехфазная синтеграфия, они широко используются именно хирургам, именно в клинике, именно в предоперационном этапе. Тут показаны справа различные кривые, которые говорят о эффекте лечения. Это очень хорошо, но однозначно эти кривые показывают еще и те зоны, где есть активная опухолевая ткань, и те зоны, где есть пограничная между рубцовыми изменениями и здоровой тканью, здоровой мышцей. Говоря о хирургическом лечении, надо понимать, что оно начинается с биопсии. Биопсия имеет очень важное значение для установки диагноза, определения тактики лечения, и очень сильно влияет на всю последующую судьбу пациента. С хирургической точки зрения биопсия очень важный момент. Необходимо понимать, как и каким доступом будет последующая операция. Биопсия может быть толстоигольная, это функционная биопсия. Биопсия может быть преимущество и недостатки, малоинвазивный метод в хороших руках с ультразвуковым контролем позволяет забирать именно те столбики ткани, которые являются наиболее живыми, и получить ответ, имея хорошего гистолога на малом материале. Метод в нашей стране дорогой, за границей он дешевый, а у нас дорогой. У нас потому что не учитывается часы работы хирурга в операционной, и использование толстоигольной биопсии во Франции дает экономию в клинике 3000 евро на каждый случай, потому что в выполнении открытой биопсии там отдельно оплачивается работа хирурга, и там получается большая сумма. А у нас, парадоксально другое, у нас оплачивается пистолет и оплачиваются иглы для биопсии. Они стоят дороже, а хирург работает бесплатно. Будет это открытая биопсия или будет это трепан-биопсия, необходимо четко определить зону. И достаточно часто можно видеть выполненную биопсию в другой неонко-ортопедической клинике с наиболее доступного для ортопеда или для общего хирурга доступа. Необходимо понимать, что общие хирурги-ортопеды страшно боятся магистральных сосудов. Они хотят делать все, чтобы их не увидеть, понимая, что если не увидел, то и не проткнул. Естественно, делают биопсию с самой доступной для них зоной. А в онко-ортопедии процентов 80-90 хирургический доступ подразумевает доступ именно к магистральному пучку. И все наши разрезы, они выполняются именно в проекции пучка. И пациент, проходив обследование в другой клинике, приходит к нам с опухолью бедра, где биопсийная зона находится сзади. А мы опухоль удаляем спереди, потому что пучок находится спереди. И достаточно часто на операционном столе необходимо понимать, что весь биопсийный путь требует удаления во время хирургического вмешательства. Вот вся дорога к опухоли. И часто на операционном столе можно видеть сквозную рану, когда после всего удаления опухоли приходится еще и удалять выполненную задним доступом биопсийный тракт. Одним словом, как академик Трапезников говорил, ампутацию может делать аспирант, а биопсию должен делать профессор. Биопсию должен делать доктор, который четко понимает, какая хирургия будет у данного пациента в последующем. Определение размеров, гистологической формы, степени дифференцировки, визуализации – все это позволяет получить стадию. И, как говорил профессор Именитов, стадия и всякие группировки позволяют нам определить еще и лечение. Если посмотреть, опухоль первой стадии, эти высокодефицированные саркомы, они имеют высокие показатели выживаемости. И чем увеличивается стадия, тем падают показатели выживаемости. Речь дальше пойдет о… понятно, что при первой стадии хирургическое лечение является основным методом, редко дополняется лучевой терапия, очень редко. И при правильном его выполнении, при выполнении резекции Р0, можно получить общую выживаемость на уровне 95%. В последующем, большей частью речь пойдет у пациентов со второй-третьей стадией, а в конце я расскажу о значении хирургии у больных с четвертой стадии. Стадия первая. Выполняется радикальное хирургическое вмешательство. При резекции Р0 пациент наблюдается. При Р1 целесообразно выполнение повторной операции, если это невозможно, лучевой терапией. Все хирургические вмешательства в объеме Р2 недопустимы в лечении сарком. Если невозможно выполнить Р2 в виде сохранной операции, то лучше делать ампутацию. Нельзя частично или фрагментарно удалять саркомы. Это резко ухудшает прогноз. Я покажу дальше. Если речь идет о саркомах второй-третьей стадии, то хирургическое лечение красное, потому что оно основное. Без хирургии невозможно получить достойные показатели лечения. И оно используется, это лечение, после химиотерапии, после лучевой терапии, после химиолучевой терапии. Три основных краеугольных камня онкоортопедической хирургии определены очень давно. Более 50 лет назад. Это областичность, нельзя опухоль вскрывать. Это блочность, необходимо удалять опухоль с окружающими тканями. И фрагментарность – это идеальный вариант хирургии, когда опухоль удаляется вместе в мышечно-фасциальном фрагментаре. Дальше я попробую. Тут показано, как это все выглядит схематично. Краевая, блочная и фасциально-фрагментарная. Удаляется весь мышечный футляр вместе с опухолью. Что значит край резекции и насколько необходимо отступать от видимых краев? На данном слайде показаны публикации. Она достаточно старая. Но вы должны понимать, что все хирургические публикации, они не так часто освежаются. В отличие от химиотерапевтической науки хирургии, за исключением каких-то новых приборов, приспособлений, в основном хирургия достаточно консервативная сама по себе. И в данной публикации достаточно четко показано, что отступая от видимых границ опухолей от 1 до 4 см является неким гарантом, что можно получить резекцию R0. Выбирая вот эти границы, сантиметр, два, три, четыре, необходимо понимать, что некие анатомические образования являются естественными границами, которые не позволяют распространяться опухолю в начальных его этапах развития именно в этом направлении. Поэтому саркомы чаще всего, если это не громадные местно распространенные процессы, имеют веретенообразную форму. Они растут вдоль, доходят до надкосницы, доходят до сухожильного конца, доходят до фасций. И в начальных своих этапах развития они не прорастают ни надкосницу, ни фасцию, ни сухожильный конец, а растут вдоль. И эти анатомические структуры могут являться границей иссечения. Я говорю о том, если опухоль находится близко к лонной кости или близко к бедренной кости, это не значит, что необходимо отмерить 4 см и удалять выше резиденцировать лонную кость или удалять большой фрагмент бедренной кости, как было в свое время с меланомой. Мышечная фасция, адвентиция сосуда эпиневрии и надкосницы являются анатомическими барьерами. И полная их мобилизация и включение в препарат является одним из основных принципов получения радикального хирургического вмешательства в объеме R0. Вот то, что я говорил, не видеть сосуд, наоборот, необходимо выделить сосуд полностью на всем протяжении зоны поражения и удалять адвентицию. Необходимо удалять эпиневрии, если это находится в зоне поражения, является, тесно прилежит к задней поверхности опухоли, к примеру, седалищный нерв. Необходимо убрать весь эпиневрии. Все опухоли, расположенные на нижней конечности, не все, а подавляющее большинство, они расположены и поражают медиальный мышечно-фасциальный футляр. Задняя стенка, которая чаще всего является сосудистый пучок и требует ее полной мобилизации и удаления адвентиции с бедренной артерии. Край резекции – это решающий фактор прогноза заболевания. R0 – нет остаточной микроскопической опухоли, это параметр микроскопический. R1 – есть микроскопические опухолевые клетки. И R2 – это макроскопический остаточный опухоль, недопустимая в практике. Тут, для наглядной демонстрации, показан препарат. Это удаленная опухоль из оболочек периферических нервов, даже виден нерв, который излицирован. На первый взгляд, достаточно радикальное хирургическое вмешательство. Нигде не нарушенная областичность опухоль невскрыта, удалена, в принципе, с окружающими тканями. Такой взгляд у ортопедов и у хирургов, которые оперируют саркомой. А взгляд у ортопедов совсем другой. Вот основной тот макропрепарат, который был удален у пациента. Для наглядности я для демонстрации сделал тот вариант, который удаляют хирурги. Вот так. А опухоль необходимо удалять именно вот так. Нигде здесь не видно опухолевой капсулы. То есть, во время работы хирурга, хирург никогда не трогает опухоль. Он режет, коагулирует, прошивает, выделяет только здоровые ткани. Нигде, ни на одном этапе в ране не появляется опухоль, его псевдокапсула, и тем более, еще и если ее вскрывают. Получение подробного патологоанатомического заключения подразумевает четкую маркировку краев. Есть случаи, когда невозможно выполнить, конечно, хирургию R0. Есть случаи, когда хирургия R1 требует неповторного вмешательства лучевой терапии. Чтобы понять, какая зона и где есть микроскопические опухолевые клетки по краю, необходимо четко маркировать опухолевый препарат, удаленный препарат, краской, нитками, чем-то, медиальной, наружной, передней, задней. Тут показана возможность маркировки в нашей клинике, и гистолог уже знает черной краской, ниткой, маркированной передней, задней, и в ответе уже звучит опухолевый узел, и идут перечисления краев, и на каком расстоянии, на сколько сантиметров есть опухолевые клетки. Заключение гистолога из нашей лаборатории занимает целый А4 формат, иногда А4 и еще половину второй же бумажки. В отличие от других заключений, за 25 лет будет очень много, когда пишется один абзац саркома, и иногда G. Локальный ретидив очень сильно зависит от наличия опухолевых клеток по краю резекции. Это большой многофакторный анализ, проведенный на основании данных нескольких клиник, где было показано, что наличие клеток является фактором, доказанным, влияющим на локальный ретидив. Это тот случай, когда хирург-ортопед, оперируя пациента, говорит, вы знаете, если даже у вас будет ретидив, то всегда есть вариант его вылечить. Ну, максимальный вариант, допустим, ампутация. Мы можем облучить, можем повторно оперировать, но в худшем случае можем вам выполнить ампутацию, мы и так победим болезнь. Однако это очень ошибочное мнение, потому что локальный, и чаще всего и хирурги, и ортопеды и говорят, операцию провели радикально, необходимо облучать. Наличие микроскопически опухолевых клеток по краю резекции – независимый фактор локального ретидива. Частота ретидивов после радикальных операций около 12%, процент сильно варьирует в разных клиниках. А если есть микроскопические опухолевые клетки, по краю резекции частота ретидивов увеличивается в 4 раза до половины больных. Тут показаны 4 больших исследования, где включены 300, 1900, 600 пациентов, и где изучалось влияние именно края микроскопического опухоли на частоту локальных ретидивов и на 5-летнюю безретидивную выживаемость, учитывая край и общую выживаемость. Чётко показано увеличение частоты ретидивов 2-3 раза, если хирургическое вмешательство выполнено в объёме R1. Поэтому данное вмешательство требует повторного хирургического вмешательства, рейссечения, расширения объёмов вплоть до колечащей операции. Использование лучевой терапии. В нашей стране, да и не только в нашей стране, достаточно часто используется тактика проведения хирургического вмешательства и лучевой терапии всем пациентам. На данном слайде показано 3 исследования, тоже с включением больших количеств пациентов, 1705 тысяч, где показано, что рутинное назначение всем больным послеоперационной лучевой терапии не меняет частоту локальных ретидивов. Лучевая терапия может играть большую роль, если она используется системно, начинается в предоперационном периоде как этап лечения и имеет логическое продолжение и после. А всеобщее назначение лучевой терапии не приводит к улучшению. И отсутствие различий в общей безрецидивной и без метастатической выживаемости послеоперационной лучевой терапии показано, на наш взгляд, только в тех случаях, когда есть микроскопический положительный край. 70% больных направляются в специализированные онкоортопедические клиники с ретидивами. Это проблема радикальности выполненного хирургического вмешательства. 50% на этот момент имеют третий, четвертый и пятый ретидив, не первый, а второй. 80% из этой группы уже получили лучевую терапию, стандартно назначенную в дозах до 60 ГРЭЙ. И на разных этапах лечения уже проведены многочисленные курсы химиотерапии. Это та ситуация, с которой мы постоянно сталкиваемся. Лет 15-20 назад огромное количество, подавляющее количество больных в нашей клинике и в тех клиниках, где профессионально занимаются лечением сарком, были первичные больные. Сейчас, к сожалению, мы не видим первичных больных. Это очень редко. Основная категория пациентов представлена на слайдах. Третий, четвертый ретидив, лучевая терапия. Когда хирург, онколог честно говорит, я для вас сделал все, что я мог. Поверьте, я больше не могу. Теперь вам надо ехать в другую клинику. Это не всегда честно. Самое основное. Наличие локального ретидива является фактором, увеличивающим процент отдаленных метастазов. Получается неправильное логическое рассуждение. Выполнение на хирургии не в полном объеме не только влечет за собой возможный ретидив и есть пути решения вплоть до ампутации. Нет. Возможный ретидив, даже если он уже ампутирован, увеличивает частоту отдаленных метастазов. А это укорочение срока жизни пациента. Это совсем другие лечебные опции и совсем другая клиническая ситуация. Выживаемость у больных с первичными саркомами отличается от выживаемости больных с ретидивными. 10% достоверно доказанные результаты. Пятилетняя выживаемость. Очень важны сроки возникновения ретидивов. Ретидивы, возникшие больше трех лет после лечения первичной опухоли, нет. Сарком без ретидивов. Не бывает. И те ретидивы, которые возникли более трех лет после лечения первичной опухоли, эти пациенты имеют относительно благоприятный прогноз, не сильно отличающийся от тех пациентов, у которых нет ретидивов в плане отдаленных метастазов. Ретидивы, возникшие в течение первого полугода после лечения первичной опухоли, явно являются хирургическим браком, и они очень сильно ухудшают отдаленный прогноз. Вот продолжение того, что я говорил в самом начале, визуализации КТ, 3D-реконструкции для выполнения хирургического вмешательства. Эти снимки можно получить с любого КТ-аппарата, установки. Она сама выполняет 3D-реконструкцию. Очень хорошо видно сосудистая сеть, границы опухоли. Сарком очень много, и они локализуются, я уже говорил во время утреннего доклада. 70% сарком локализуется на конечностях. Природа создала наши конечности так, что там уже имеются естественные анатомические зоны. Это снимок из анатомического атласа. Есть футляры, есть определенные, четко ограниченные фасциями зоны, где входят 2 мышцы, 3 мышцы, 4, 5, неважно. Этих футляров на разных уровнях конечностей, на разных поверхностях конечностей. Все разные, на бедре, в переднем, заднем, идеальный, на предплечье, на голени. Создав мышечно-фасциальные футляры, природа дала нам возможность выполнять хирургическое вмешательство для стелю получения R0 путем удаления целого мышечно-фасциального футляра. Это больше, большое значение имеет при лечении первичных сарком, когда чаще всего процесс локализован в одном футляре. И от тех больных, которые, к сожалению, редко сейчас попадают в специализированные клиники. Рецидивные саркомы нарушают все эти футляры. Там после хирурга, после вмешательства и после роста опухоли уже с нарушенными границами футляра нет четкой такой зональности и футлярности. Использование компьютерной техники в минимальном своем виде хирургам позволяет в предоперационном периоде определить зону и футляр, который должен быть иссечен. Передний фасциальный футляр бедра, опухоль удалена, это плеуморфная саркома, в тех четких границах, о которых шла речь перед операцией. Медиальный футляр, тут оголены, удален медиальный футляр, плеуморфная саркома и оголен полностью сосудистый пучок, об этапе которой я говорил. Такие хирургические вмешательства легко очень показывать и рисовать на компьютере. Необходимо понимать, что хирургическая такая агрессия, она подразумевает в последующем некие этапы пластической реконструктивной хирургии. И такая хирургия невозможна, если в штате клиники нет пластического хирурга, микрохирурга и хирурга, который работает с сосудистыми структурами. Закрытие дефекта, резекция бедренной артерии, замещение дефекта искусственной трубкой, закрытие перемещенным, в данном случае, лоскутом. Большое иссечение на стопе с нарушением покровных тканей и с замещением дефекта свободным трансплантатом из широчайшей мышцы спины. Ампутант по всем классическим показаниям пациент. Состояние после иссечения опухоли с пластикоперемещенным, только дорозальным лоскутом. Внизу показана комбинированная пластика, когда используется свободный мышечный лоскут, и в связи с дефицитом кожи, невозможно взять большие фрагменты кожи, используется отдельная расщепленная пластика. Большие дефекты грудной и брючной стенки, которые требуют пластики с использованием материалов, которые позволят заменить каркасную функцию грудной клетки, не вызывать парадоксальное дыхание, дать возможность пациенту внести некую физическую нагрузку. Здесь использована сетка и торгодорозальный лоскут. У пациента саркома с нижней третьей голени. После удаления опухоли выполнена пластика свободным лоскутом. На микроанастомозах видно функцию конечности, как ходит пациент, пациент пишет на верхнем слайде большой дефект закрыт путем перемещенного торгодорозального лоскута, большой дефект грудной стенки с резекцией грудины и восьми ребер с каждой стороны. Показано схематично объем хирургического вмешательства, дефект закрыт путем пластики каркасной и перемещенным торгодорозальным лоскутом спины. Вы видели функцию, не выбухает во время дыхания зона хирургического вмешательства. Весь этот демонстративный материал предоставлен профессором Соболевским, который у нас является ведущим хирургом, выполняющим этапы пластические реконструктивные этапы. Сейчас я хотел два слова буквально сказать о роли хирургического лечения в лечении метастазов сарком. Когда я говорил о вертебральной хирургии, там 96% это метастазы в позвоночник. Здесь идет речь лечения метастазов сарком в разные органы, в частности в легкие. Несколько лет назад было показано, что хирургическое удаление метастазов остеосарком и после удачного химиотерапевтического лечения увеличивает трехлетнюю выживаемость. Такие же результаты недавно были получены и при сарком мягких тканей. Выполнение радикальных операций увеличивает медиану выживаемости и увеличивает срок жизни пациентов достоверно. Трехлетняя выживаемость 11% по сравнению с 23%. Активное использование всех приемов вертебральной хирургии, в частности, демонстрация через кожу на вертебропластике при поражении, метастатическом поражении позвоночника. Активное использование ортопедических пособий. Тут пациентка, которая получила лучевую терапию после иссечения опухоли по месту жительства. В последующем у пациентки был рецидив. В связи с рецидивом оперировано в нашей клинике. В зонах, маркированной препаратом, в двух зонах были выявлены край положительный. Пациентка получила дополнительную лучевую терапию. В итоге все это закончилось лучевым повреждением бедренной кости с переломом. Я думаю, что это не сильно относится к хирургическому лечению. Тут, на самом деле, речь идет о локальной гипертермии и о ее роли в лечении сарком. Я просто покажу демонстративный материал. Светлоклеточная саркома, опухоль изначально нечувствительная к химиотерапии, использование локальной гипертермии в комбинации с химиотерапией позволило получить выраженный эффект, который показан на снимках МРТ и ПЭТ-КТ. Интраоперационная лучевая терапия, которая позволяет решать многие задачи, связанные с теми пациентами, которые ранее получали лучевую терапию, и повторная лучевая терапия невозможна. А хирург во время самого вмешательства, те зоны, которые ему лично кажутся опасными, на предмет последующего ретидива, может проводить лучевую терапию в самом операционном зале. В перфузе вы слышали доклад, и следующий будет доклад Георгия Ивановича. И также всех приглашаю на очередную конференцию по саркомам в Томске. Спасибо. Спасибо, Артур Юрьевич. Продолжение следует...